С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 14 апреля. У родившихся в 1629 году появился на свет Христиан Гюгенс, голландский астроном, механик, математик и физик. Он открыл полярные шапки Марса и полосы Юпитера. Одним из важнейших открытий Гюгенса было изобретение часов с маятником. В 30 лет Гюгенс раскрывает секрет кольца Сатурна, а во время поездки во Францию он занимался оптикой, в Лондоне объяснял секрет изготовления своих телескопов и 15 лет проработал при дворе Людовика XIV. В Голландии Гюгенс строит механический планетарий, гигантские 70-метровые телескопы описывает миры других планет. Фантастическая жизнь. 1695 год, день рождения Пьетро Гварнери итальянского скрипичного мастера, последнего представителя династии Гварнери. Это была знаменитая семья итальянских мастеров. Самым легендарным считается Джузеппе Гварнери. По мнению некоторых музыкантов и экспертов, он даже превзошел скрипки Страдивари. А подписывал он их монограммы, что является одним из священных знаков Христа. Иисус Христос Спаситель. 1744 год. Денис Иванович Фанвизин приходит в этот мир. Драматург, просветитель, создатель русской социальной комедии. Считал, что России нужны фундаментальные законы. Во всеобщей придворной грамматике писал, что есть придворный падеж. Придворный падеж есть наклонение сильных к наглости, а бессильных к подлости. 1754 год. День рождения Николая Румянцева, министра иностранных дел России. Он смог собрать уникальную коллекцию книг и рукописей. На ее основе в 1862 году была образована публичная библиотека. В 1925 получившая имя Ленина. С 1991 года Российская государственная библиотека. 1862 год. В этот мир приходит Петр Столыпин, крупнейший русский государственный деятель, который сочетал прогрессивное реформаторство с террором. Вел военно-полевые суды и даже расстрел в административном порядке. Насаждал полицейскую провокацию и лично покровительствовал, как утверждают некоторые историки, Азефу. Держал в Петербургском жандармском управлении типографию, которая печатала погромные листовки. Убит в 1911 году эссером Багровым. Впрочем, так до конца и непонятны все грани Петра Столыпина. 1945 год. День рождения Ричи Блэкмора, гитариста-виртуоза. О своем владении музыкальными инструментами он однажды сказал «Я не играю на скрипке, лишь немного на велончели, немного на шарманке и немного на гитаре». Тем не менее, на последних альбомах Ричи использовал такие инструменты, как мандолина, домра, никель-харпа, колесная лира и старинный барабан. 1957 год. День рождения Михаила Плетнева, пианиста-дирижера, народного артиста РСФСР, четырежды лауреата государственных премий страны. В 1988 году появилась на свет Кристина Асмус, актриса театра и кино. Ну а теперь о некоторых событиях этого дня. 1671 год. Захват Степана Разина и его брата казачьим старшиной и выдача их царским воеводам. Следствие по делу о преступлениях Разина было недолгим. Он хранил молчание. Так ни в чем и не сознавшегося Степана Тимофеевича вместе с братом казнили на Красной площади летом того же 1671 года. 1801. Император Александр I упраздняет тайную экспедицию при Сенате и отменяет пытки на допросах. 1848 год. Создание секретного цензурного комитета под председательством графа Бутурлина для наблюдения за печатью. Еще в начале марта 1848 Николай I распорядился. Необходимо составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действуют цензуры и издаваемые журналы, соблюдают ли данные каждому программу. С этой целью был создан особый комитет, председателем которого назначен морской министр князь Меншиков. В этот день на смену временному Меншиковскому комитету пришел тот самый постоянный секретный комитет. 1861 год. Начинается гражданская война в США между Севером и Югом. С одной стороны 20 нерабовладельческих штатов и 4 пограничных рабовладельческих штатов Севера. С другой стороны конфедерация 11 рабовладельческих штатов Юга. В 1865 году убийство президента США Авраама Линкольна. Преступник актер Джон Уилкс Бут, сторонник Южан, застрелил президента в Театре Форда во время спектакля, который назывался «Наш американский кузен». 1894 год. Состоялась первая публичная демонстрация кинопроектора Эдисона. Кинетоскоп представлял собой деревянный ящик, внутри которого была натянута на роликах кинопленка, склеенная в кольцо и непрерывно движущаяся мимо окуляра, который располагался на верхней крышке аппарата. Эдисон планировал также создать кинетоскоп для просмотра объемных изображений по аналогии с появившимся стереоскопом, но из-за начавшейся конкуренции с другими устройствами вскоре отказался от этой идеи. 1912 год. Суперлайнер «Титаник» тонет в Атлантическом океане, направляясь из Англии в Америку, столкнувшись ночью с айсбергом. Погибает более полутора тысяч человек из 2224, которые находились на борту. 14 апреля 1918 год. Опубликован декрет Совнаркома о памятниках республики. В нем безапелляционно заявляется, что монументы, воздвигнутые в честь царей и их слуг и не представляющие интереса ни с исторической, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей и улиц и частью перенесению в склады, частью использованию утилитарного характера. Таким образом, последующая судьба многих памятников, признанных уродливыми истуканами, была предопределена. 1943 год. Государственный комитет обороны СССР принимает постановление о создании в систему наркомата обороны главного управления контрразведки. Смерть шпионом или, коротко, СМЕРШ. Ну и еще одно событие. 1930 год. Самоубийство Владимира Маяковского, который только в феврале вступил в Ассоциацию пролетарских писателей. За 12 лет до этого, 14 апреля, Маяковский, говорят, забрел в московское кафе поэтов на Стасинском переулке. Встретили его там не слишком приветливо, и тогда поэт заявил, что вскоре ему на этом месте поставят памятник. И вот что интересно, ошибся он всего на несколько сот метров. Кстати, именно у памятника Маяковского тогда на улице Горького впервые публично читали стихи Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Ахмадулина и Акуджава. А неподалеку дежурили сотрудники КГБ. Милиция хранила спокойствие. Это был один из первых ростков хрущевской оттепели. И как тут не вспомнить другого советского поэта, Владимира Высоцкого, который пел «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души». С вами был Николай Пименко в проекте «Дата».